Здравствуйте еще раз. Тема сегодняшнего семинара — это мое учение о Боге, управление посредством коллективного сознания. То есть в данном случае я показываю таким образом решать, например, частные задачи, в том числе через частные вопросы, которые заложены в коллективном сознании. И здесь структура макроспасения, именно структура всеобщего доступа, она фактически реализована в том, что когда мы рассматриваем, например, линию частной задачи, то эта линия вырисовывается как структура, содержащая уже область макроспасения. То есть в данном управлении, когда мы работаем через структуру коллективного сознания, мы должны здесь очень четко отслеживать на уровне духовного управления именно уровень, который означает именно структуру макроспасения. И в связи с этим получается, что в данной стратегии управления, прежде всего, важно на духовной основе увидеть, например, как вообще выглядит именно уровень макроспасения, то есть спасения всех, каждого, в любой частной системе. И учитывая, что в коллективном сознании, с точки зрения того, как делает Бог, Он любому уровню управления, в общем-то, реализовывает однотипное, значит, что ли, первичное действие, то есть Бог однонаправлен по отношению к любому событию, что частному, что глобальному, то есть у Него один и тот же уровень первичного управления. И поэтому получается, что когда мы рассматриваем эти задачи в данной концепции, то мы должны четко выделить структуру духа человека, значит, которая определяет совершенно конкретные системы управления, которые выражены в следующем. В пространстве физическом, так скажем, духовная структура может выделять структуру макроспасения через обычную визуализацию физического пространства. То есть человек смотрит, например, физическим зрением, значит, наложение духовного зрения на этот сегмент пространства дает то же самое. И вот как только духовное зрение и физическое зрение совпадают, так скажем, в области физического пространства, то есть, проще говоря, духом и физическим зрением человек видит одно и то же, здесь реализовывается именно структура вот такого вот именно макроспасения. То есть частная задача, локальная задача, да, показалось бы, восприятие физическим зрением это все-таки частная задача. То есть человек видит какой-то частный сегмент реальности. И он из структуры коллективного сознания выделяет блок некой частности. Но когда дух ваш и дух, например, всеобщий выделяет то же самое, то получается, частная задача совпадает со структурой бесконечного действия. И получается, совпадает именно физическая реальность. Если с этой точки зрения начинать реагировать на информацию, то можно моментально совершенно четко определять те системы, которые, в общем-то, считаются, например, малодоступными или там не очень доступными. И практически регулировать во спасение структуру каждого отдельного человека. При этом именно тот человек, которому нужно помочь, он совершенно четко в этой системе вырисовывает самый первый. И когда вы помогаете ему, вы помогаете всем однотипно. То есть Бог одним импульсом решает задачу спасения всех. Поэтому получается, что вы здесь делаете то же самое. Наложив структуру частной задачи, то есть вашей личной задачи на его, например, уровень реализации этого человека, можно входить в структуру, в общем-то, достаточно удаленную от понятия доступа. Например, ясно, что к человеку реально, кроме Бога, реального доступа никто не имеет. И получается, что в этой системе мы можем однотипно приблизиться к структуре совершенно уникального человека только в структуре помощи. То есть мы фактически свое действие совмещаем с его задачей, именно с уникальной задачей его действия, этого человека, для того, чтобы его спасти. То есть мы не рассматриваем частные события его жизни. Они нам вообще в этом смысле не нужны. Нам нужно видеть только одно коренное событие, где его спасти, да? И при этом мы можем, значит, сделать управление только внешними системами, не затрагивая самого человека. Например, как Бог управляет реальностью, но себя же он не трогает, в общем-то. То есть он же управляет от себя. И получается, что в этой системе управления за счет того, что меняются частные системы, ну, какие-то происходят смены событий, там, частных, глобальных, локальных, происходит управление. То есть мы наблюдаем изменение мира, потому что именно следственные системы и виды изменяются. И чем мы глубже будем проникать в систему познания именно с точки зрения, ну, например, такого процесса, как человек воскрешенный появляется в физическом пространстве, когда в коллективном сознании отсутствует, ну, скажем так, достаточно много информации об этом. Тогда, получается, он же как-то прорывает, вот, структуру именно коллективного сознания через свой частный случай, да? То есть частный уровень может стать всеобщим. Почему вот структура всеобщего воскрешения, эта структура, она во многом, с точки зрения этой технологии, она, в общем-то, как бы логическая структура. Потому что, получается, что достаточно даже одной структуры мысли и уже должно быть всеобщее воскрешение. И с точки зрения даже задачи продления жизни стоит задача всеобщее воскрешение. Жизнь, как структура, возобновляемая и бесконечная, следовательно, там не может быть конечного действия. И исключение конечного действия в любом локальном уровне, это уже всеобщее воскрешение. То есть логический уровень живого человека приводит к тому, что происходит всеобщее воскрешение. Получается, что мы через структуру коллективного плана управления можем решать, детализировать и вообще говоря находить какие-то совершенно и часто уникальные системы доступа, причем они достаточно силовые, в структуру управления именно другого человека. При этом другой человек фактически в коллегиальном, что ли, мнении он допускает к себе эту систему. То есть она, с вашей точки зрения, силовая за счет энергоемкости. То есть вам нужно вылечить какого-то человека, например, и вы должны сконфигурировать управляющую систему и, например, иметь доступ. Но человек в системе многократного уровня восприятия информации пропускает этот сигнал. Ведь человек, по сути, всегда сознательно пропускает любой сигнал. Бог, например, четко любой сигнал получает к себе, потому что он и создает его. У него нет понятия, например, внешнего сигнала. Вот в чем отличие от Бога, что у Бога нет понятия внешнего сигнала. Все сигналы его. Он сам их создает. Если вдуматься вот в эту систему глубже, то получается, что мы имеем дело фактически с той системой реалии, чтобы, например, человек действовал подобно Богу. То есть чтобы он успевал как бы воссоздать сигнал в системе следующего уровня развития. Он же не должен в том же месте создавать. Зачем создавать как бы параллельные сигналы? Это как бы просто лишняя работа. Он должен вложить знание о сигнале в следующую систему своей работы. То есть фактически он должен вывести сигнал в структуру коллективного сознания. И при этом он должен отразить сигнал достаточно достоверно, лучше даже точно. Тогда следующая работа будет более объективизированной и более корректной. И получается, что когда мы, например, работаем через структуру коллективного сознания, что, кстати, происходит, например, в политпроцессах, в религиозных действиях, часто это однотипный уровень действия, потому что связанный с информационной средой влияния, так скажем. И когда мы начинаем вот именно влияние на коллективное сознание вырисовывать как структуру, предположим, совмещенного действия Бога, человека, там многих людей, то вот здесь вот начинает вызревать именно та структура реальности, которая обладает свойствами вечности, ну фактически, так скажем, в виде вещественного проявления. То есть есть, например, среды какие-то конечные, там временные, временные, материальные, а есть среда, обладающая свойствами вечности. И вот когда мы начинаем здесь рассматривать эту структуру, то мы начинаем видеть, что свойства этой среды, они другие. Там, например, видоизменение материальных уровней на нематериальный план происходит, ну имеется в виду нематериальный, это как бы между двумя материальными объектами. Или же между информационным планом и материальным и так далее. И здесь получается, что вот структура материи, она более подвижна. И когда вы начинаете видеть, ну как бы спроецированную физическую реальность материи более жесткую, то возле этой материи всегда существует некая среда, ну перехода, что ли, более гибкая среда реальности. Когда вы уже начинаете ее распознавать, вы видите граничную систему коллективного сознания, где вы совершенно четко начинаете определять то, что коллективное сознание существует в неком контуре, в гибком подвижном контуре. И, значит, этот контур, он именно так и выглядит. Например, в этом контуре структура, сам контур как граница, да, некая емкость для системы коллективного сознания. В этом контуре структура видоизменна реальности, что-то, ну как бы среднее между реальностью создающей и жестко фиксированной. И если мы начинаем здесь рассматривать структуру событийную, то мы видим, что построить событие здесь достаточно просто становится. Вот именно, ну, скажем так, событие можно построить, оно становится очень гибким, сразу фиксированным. Задача только в том, дальше уже заключается, либо это событие четко реализовывается, либо нужно что-то делать еще. И вот когда вы, например, работаете в управлении или даже просто воспринимаете, да, окружающую среду, ну, просто вот, например, смотрите на окружающее пространство, некие дома, скажем, пространственные системы, при этом здесь есть такая тонкость, что вы не, как бы, не выделяете структуру тела человека. Вот как только попадает структура тела человека на физическом уровне, мир имеет комплексную природу, там уже другая система управления. Я имею в виду, что когда вы смотрите просто, ну, даже дом, да, внутри живут люди, но они не выявлены на физическом уровне в виде, например, там, людей, которые ходят возле дома. Вы можете, вы можете, вы можете смотреть просто на горизонт. И в этот момент, обратите внимание, если вы начинаете размышлять о своих делах, например, да, то видно, что линии управления, они как бы ложатся в оптическом уровне на некую проекцию, которую вы воспринимаете. И получается, что вот либо линия легла и так и будет, и вы это понимаете, либо она ложится, но здесь нужно детализировать. Что-то, может быть, еще добавить, то есть линия не фиксирована, есть некое следующее действие. Возможно, просто навсего вы задали себе вопрос, а что делать дальше? Например, вы эту линию сделали, да, выполнили, вы знаете, что так произойдет, а вот что делать дальше? То есть вы сами себе поставили вопрос. И вот если, например, вы входите в эту пролонгацию, как бы, действия, начинаете анализировать, почему появляется фаза, ну, некой, такой, наплывающей картины мира. То есть вот вы положили действие одно, а дальше вопрос рождает некое еще развитие динамик, как бы, вглубь природы вещей, да, во внешнюю среду. Сразу становится понятно, почему мир устроен пространственно. Что, если с той зрением внешнего наблюдателя вы находитесь возле действий, сами же себе создали действие, следующий вопрос поставили, сами же продвинули мир от себя, как бы, в некую глубину управления. Ведь внешний мир рассматривается как глубина. Почему душа человека, отражение внешнего мира, оно воспринимается как глубина, да, именно глубинное состояние. Чем больше вмещает душа информации внешнего мира, тем более глубокое состояние, или глубокая позиция души рассматривается. Потому что вот здесь, вот, в коллективном сознании, это система связи, она именно так и выглядит. Там получается, что чем глубже мы двигаем, чем дальше двигаем проблемы, тем более глубокие структуры души мы должны использовать. То есть, стратегическое управление, это некий фиксированный статус души, который постоянно взаимодействует с Богом получается. Абсолютный прогноз, который обязательно совершится, это есть Божие действия. Так вот, аналогично, поэтому и нельзя сместить это действие. И когда, например, вы начинаете делать управление с этой позицией, то ваше частное управление заключается в том, что вам нужно, во-первых, рассмотреть все сигналы внешнего мира. То есть, чтобы сделать вообще любое элементарное следующее действие, вы должны четко понимать, что вообще во внешнем мире произойдет. Только в этом случае вы что-то делаете дальше. Так устроена душа человека. То есть, чтобы это сделать на уровне технологическом, надо эти сигналы где-то зафиксировать. То есть, нам нужно уловить сигналы в каких-то единичных точках. Потому что осматривать всю информацию или всю Вселенную, это, в общем-то, достаточно большое время. Пусть даже это миллисекунды, но все равно нам придется отвлекаться от управления в этом случае. То есть, мы должны естественным образом где-то сигналы воспринимать. И получается, вот эти вот сигналы, это, в общем-то, проекционные системы, которые попадают на уровень, значит, создания следующего действия. Именно световые. Но они видны только душой. Вот в чем разница? Работаете вы духом, а чтобы их увидеть, это уже душа. Разница в методологии приводит к тому, что за счет системы восприятия вы видите, где работает душа, а где работает дух. И на уровне духа линия свободна, на уровне души она четко спроецирована в виде идущего сигнала к конкретному действию. То есть, возникает некий такой, даже похожий на крутящий момент, вот в оптике, значит, что чем вы сильнее закручиваете информацию, тем точнее контакт уже с Богом в плане точности вашей работы. Получается, что, кстати, вот устройство структуры ДНК, именно спиралевидная система некой такой закрутки, как раз отражает вот этот уровень устройства мира. Тело реагирует на структуру ваших собственных связей. То есть, фактически, вы сами являетесь строителем собственного тела, по большому счету, в структуре реализации своей задачи. Когда вы работаете со своей задачей, вы очень много информации отдаете на построение собственного тела. И получается, что здесь, в общем-то, не принципиально такая позиция, чем человек, вообще говоря, занимается. Он постоянно занимается, в том числе, построением физического тела, развитием структуры души, развитием духовного действия. И это, в общем-то, основная работа у человека, как правило. Когда он начинает это воспринимать как уже системное действие, то все другие задачи — это уже частные системы. И здесь переход к частным системам через такую позицию коллективного сознания позволяет очень просто управлять событиями именно в корневой системе события. То есть можно управлять машиной, нам электрикой, предположим, машиной, да? Значит, можно управлять механическими системами машины, когда вы так смотрите на мир, когда вы видите, что это следствие вашего внутреннего состояния. И как только вы улавливаете вот эту некую грань, то получается система, ну, например, там целительства, лечения, которая называется как система действия, да, например, воспринимается. На самом-то деле, по сути, это просто система выравнивания внешнего восприятия с внутренним структурным состоянием. Потому что внутреннее состояние — это постоянное построение структур реальности, то есть вокруг вас должны быть здоровые физические тела, по сути. Ведь Бог единый, Он создал здоровые, вообще говоря, физические тела изначально. И получается, для него лечение — это просто нормирование, приведение, ну, некой там философии, в общем-то, так скажем, концептуальной даже во многом в плане единого пространства там вечного здоровья. То есть фактически речь идет о том, что люди постепенно выводятся в структуру той фазы коллективного сознания, где есть вечное здоровье и, например, там вечное счастье, так скажем. Ну, два каких-то параметра достаточно простых. Ну, видимо, там есть, можно рассмотреть, естественно, у каждого есть свои какие-то критерии. Но если мы говорим, что человек имеет вечное здоровье, то есть он фактически, да, вечный живущий по логике. Значит, но при этом у него нет критерий счастливого развития в каком-нибудь из элементов его там самораскрытия, то получается, как он тогда сможет, например, именно устойчиво воспринять свое собственное вечное развитие. Ведь, как я здесь показал, система ведь действия именно в собственном восприятии. И вот именно поэтому, кстати, вводится еще и система всеобщего воскрешения, чтобы показать, что другого варианта в развитии нет. Именно даже логически, то есть показать здесь можно, что у человека для того, чтобы выполнить структуры развития в бесконечном плане, надо показать, что нету системы деструкции, разрушения. Тогда у него вот критерий именно счастья, он выявлен как бесконечная величина. То есть получается, что он живет тогда полноценно. И если этот критерий существует, да, если этот критерий как-то отодвигается или деформируется, или заявляется, что он там не нужен, например, там, или его нет, например, ну атеистическими там системами мировоззрения, то получается, что мы видим только проекционную систему действия души, которая обрабатывает только вот эту атеистическую форму действия. И как бы возникает дисбаланс в плане устойчивости управления. То есть получается, что цельные, именно, фактически, в большей степени даже цельные картины мира, цельные системы не реализуются в действии. А здесь получается, что мы должны рассматривать позицию мира таким образом в управлении, что существуют и атеистические точки зрения, существуют точки зрения совершенно там какие-то уникальные, необыкновенные, вообще любые. А у управленец, который там по моему учению реализовывает управление, он должен понимать, что любая точка зрения, точка зрения Бога, ну кроме там разрушительной, да, она имеет право на равноправное существование. Если человек там не приводит к разрушению, то он имеет право рассуждать как хочет. Значит, есть еще следственные системы, которые могут привести, там, конечно, итоги к какому-то разрушительному действию. Но ведь есть еще фактологический вариант. Можно много размышлять, но можно считать, что да, какая-то вероятность есть, но если это не приводит к разрушению, значит, это допустимый уровень, да, размышленный. Получается, в системе управления существует уровень взаимодействия с разными позициями, часто альтернативными, там, противоположными, но, тем не менее, они не разрушительные, например. Значит, хотя, с другой стороны, если есть задача, например, там, всеобщего спасения, противоположные являются там, например, всеобщего уничтожения. Это явно разрушительный призыв, но это запрещено. То есть мы говорим о средней статистике некой, там, некие вариации, некие системы обсуждения технологические и так далее. Как обычной нормы жизни. И, кстати, с этой точки зрения, например, вот, ну, понятие запрета смерти, выявленное в виде слов, фактически означает только то, что, то, что существует, собственно говоря, без слов, и так ясно, что смерть запрещена. Есть уголовное преследование, там, например, да, за убийство и так далее. То есть смерть, вообще-то, запрещена в обществе. А когда мы говорим о запрете смерти, мы просто навсего это фиксируем. То есть изначально основная система управления обществом такова, что смерть запрещена, там, юридически нельзя убивать. Там, смерть запрещена тем, что врачи, там, оказывают помощь, да, и так далее, и так далее. То есть фактически мы сталкиваемся, в основном-то, до 100% случаев, что смерть в обществе запрещена. И тогда, получается, на основе чего вообще тогда, если все общество, значит, настроено против смерти, ну, например, расширено оттолкование принципа не убей. Если вот так рассуждать, то здесь получается, что, там, например, именно в моей фактически системе, ну, политическое управление, с точки зрения пересечения политического действия, ну, часто интегрированное управление, оно таково, что можно допускать систему пересечения с другими, там, духовными позициями управления. И, получается, расширение принципа не убей до уровня, там, запрета смерти с точки зрения любой системы, то есть, например, там, смерти запрещено убивать, да, такой логический постулат. Здесь получается, что как раз-таки отнесение этого принципа в прошлое, это и есть всеобщее воскрешение. То есть, в принципе-то, мы работаем в обычном поле управления, которое известно. И, значит, мы работаем в системе тех знаний, которые выражены состоянием общества. В обществе запрещено убивать или, там, как бы, причинять смерть, да. Получается, что, исходя из этого, значит, ну, поставлены таким образом слова, например, там, закон о запрете смерти, это всего лишь на вся фиксация существующей позиции мира. И она, почему сейчас должна быть более четко проявлена в текущее время, потому что сейчас достаточно много позиций, которые нуждаются в командном, что ли, принципе, действии. Например, много роботосистем технического плана. Значит, я, естественно, сразу же исключаю людей из системы вот такого внешнего управления. Люди не могут быть управляемы, по сути, все равно, как я сказал, по большому счету, только человек имеет доступ к системам следственным, да, что он воспроизвел, например. Что он сам создал в системе вот общей реальности. Ну, например, взять животных, они не всегда могут воздействовать, там, на машину, например, которую ведет человек. Если мы по аналогии начинаем рассуждать, а как, например, построить систему в следующей реальности, чтобы был равнозначный доступ со всех систем управления, то мы получаем, что все равно в эволюционном развитии каждый видовой уровень или каждый эволюционный уровень все равно имеет собственную, как бы, нишу развития. И только Бог имеет прямой доступ к каждой системе. И получается, что все-таки человек, по большому счету, все равно недоступен. На данном случае я говорю об управлении технологическими циклами, системами, которые создал человек. И если мы включаем структуру, например, запрет смерти, и эта система попадает в разработку машин, как именно законодательная система, запрещено убивать, например. Машинам тоже запрещено. Значит, вводят в специальные программные комплексы, машины перестают убивать, да? Обладают функциями, которые не опасны для человека, с точки зрения жизни человека. И тогда, получается, мы через систему коллективного сознания вводим уровень следующий. Что как только мы вводим структуру в машинный уровень, то есть мы взяли и объявили то, что существует, запрет смерти. Словами назвали. Дальше мы создали там устройство, которое ни при условиях не убивает, ну, взяли там микроплату, поставили сенсор оборужения физического тела, ткани тела человека, и все. И машина не может на него наехать, она в любом случае обходит тело человека. Это, в принципе, при современных средствах развития технологических уже возможно. Значит, и получается, что как только такая машина создана, первая, да, структура запрета смерти начинает влиять на систему коллективного сознания через следственный уровень. То есть человек создал машину, машина ввела в действие запрет смерти, как бы, для физической реальности. И действуя, например, на структуру коллективного сознания, через коллективное сознание, таким образом, это, кстати говоря, и принцип оздоровления человека, потому что он базируется на том, что если машина не может причинить вред человеку, то человек, вот как следствие, да, такое несколько может быть, ну, незаметное следствие, но человек начинает больше заботиться о своем здоровье. Например, в инструкции в машине вписана она, ни при каких условиях не уничтожая человека. Человек, который не думал о здоровье, начинает задумываться, значит, по крайней мере, для чего-то это было вложено в машину, да, на чем он становится, там, бережливее и так далее. То есть возникают связи, которые, ну, как бы, начинают создавать новые пространства, информационные пространства в развитии человека, именно вечно живущего, фактически. И при вечном развитии создание специальных пространственных тем, выведенных, фактически, культивированных людьми, так скажем, это будет специальная технология, которая будет, как раз-таки, привлекать достаточно сильный ресурс человека, то есть создавать задачи. Вот в системе коллективного сознания существует, в принципе, одна из областей, которая, ну, скажем, функционально должна создавать задачи. Если рассматривать коллективное сознание как систему областей с определенными функциями, то такая функция, конечно, и задача где-то находится, цивилизация. И получается, что здесь мы сможем видеть, что именно, скажем, принцип счастья человек, вот, ну, достижимость какой-то цели, да, вот он ставит цель, потом с нею занимается, достигает. Это есть все-таки и создание, ну, скажем так, сопоставимых с действием Бога задач. Или точно, лучше всего точно, определенных Богом, но хотя бы сопоставимых на уровне корректности действия. Тогда человек сразу уже ближе идет к теме, так скажем, до управления. И тогда, вот, принцип его внутреннего счастья, это то, что делает Бог. То есть счастье, определенное Богом. Когда начинается такое развитие в управлении, то получается, что вы имеете расширение, то есть бесконечные задачи, которые сейчас сворачиваются в частную систему. То есть, если вы видите хотя бы одну задачу, то есть Бог создал одного человека, Он знал, что мир будет бесконечным. И сам человек тоже. Если он видит хотя бы одну задачу, значит, весь бесконечный, ну, как бы, шлейф, да, который идет из бесконечного его развития, Богу уж явно виден. А человек видит только проективную часть, то есть приближенное пространство. И когда вы начинаете в структуре проективного пространства искать, как бы, точки доступа к развитию собственных задач, собственного счастья или, там, собственного здоровья, то фактически система восстановления здоровья – это очень простая технологическая система. Вот многие, кстати, дети обладают системой быстрого саморегулирования, потому что они открыты и просто видят эту систему. И, например, если вдуматься в ресурс, почему человек растет, не с точными биологического принципа, а с точки зрения управления тканью, да, то, получается, ребенок очень сильно управляет тканью, у него очень сильный ресурс. Он постоянно увеличивает количество ткани, увеличивает систему взаимодействия межтканевого уровня, он откуда-то берет материю. То есть все же люди едят, но они все же постоянно растут. Если мы, более того, как бы, ясно, что до какого-то роста, в основном, люди дорастают, и все. А если мы абстрагируемся от биологических принципов развития цивилизации, получается, что информационный-то принцип, он достаточно существенный, то есть дети постоянно находят дополнительный ресурс. И если, предложим, взрослый человек ресурс, например, реализовывает в системе каких-то действий, да, и считается, что, например, когда уже он там вырос человек, он начинает какие-то действия реализовывать социальные, и потом, как бы, есть такая позиция, что в этом случае он уже дальше, ну, фактически, как бы, вкладывает основное управление в какие-то текущие задачи. То есть, если присмотреться к этому более внимательно, то действительно основной-то шлейф управления, как бы, который тянется как стратегическое, именно перспективное управление для конкретного человека, постепенно человек начинает все больше вкладывать во внешнее управление, именно во внешний ресурс. Вот, и получается, что когда он начинает вкладывать во внешний ресурс, то если, вот, например, сделать так, например, сейчас вот прям совместное управление, посмотреть, визуализировать этот внешний ресурс, то, в принципе, видно, что внешний ресурс достаточно объективная вещь. Вот, даже в управлении, когда вы сейчас вот посмотрите вперед на эту фазу коллективного сознания, то эта фаза обладает достаточно сильным, ну, как бы, выпуклым действием в плане, ну, что ли, задач, там, тех людей, которые перед вами, там, задач, которые существуют где-то в отдаленной реальности, но это конкретный именно пласт, именно пласт, который обладает определенными, фактически, функциями управления. И получается, что, исходя из этого, мы можем видеть, что основное управление человек перекладывает от управления телом в управление реальностью, то есть он, как бы, все больше внутренние ресурсы души переправляет на структуру отдаленного управления, именно стратического управления, да, там, где больше структур, он переводит управление на систему более контактного управления с реальностью, с фазы коллективного сознания, которая означает внешнюю реальность. Хотя дети тоже это делают, естественно, но они просто делают это быстрее, за счет того, что в момент роста они, например, скажем, обладают механизмом более быстрого действия по макроуправлению. Но здесь существует еще, что у основного количества детей есть родители, которые обеспечивают им, ну, как бы, вот эту промежуточную систему, что ребенок может развиваться, да, получать систему развития в общей стандартных величинах, там, школы и так далее. И получается, что здесь, значит, существует возможность для более пространного, более, как бы, свободного управления, более быстрого тоже в том числе. И у взрослого, который находится, например, ну, как бы, физиологически уже перерастает в управление той фракцией коллективного сознания, которая отдалена, но более, как бы, приближена к нему, то здесь, чтобы, вот, ну, вообще, говорят, действовать универсально, да, как действует Бог. Бог же действует универсально для всех людей, то есть у него металлогический принцип одинаковый, что для детей, что для взрослых. Он одинаково всем дает знания, то есть для него, в принципе, по большому счету тоже разницы нет. Он дает одинаковые знания, одинаковым уровнем, ну, скажем так, в единство времени, от Бога ребенок получает столько же знаний, сколько взрослый. И получается, что если мы рассмотрим этот процесс с точки зрения интеграции, как вот вывести, ну, скажем так, некий коллективный, единый импульс управления, который общепознаваем с одинаковой скоростью всеми системами реальности, не только, кстати, людьми. Тогда получается, что мы должны фактически прийти к самому первому импульсу создания реальности, и именно в фазе коллективного создания. Как вообще Бог создал первый элемент? Логически понятно. Он создал человека, соединил мышление человека со своим мышлением, получил первый импульс коллективной фазы мышления. Но ведь Бог создатель и человека, и Он еще самого создался, и Он же взял и соединил. То есть это уже многократное действие, да? Значит, получается, первичный импульс, что видно человеку, да? Некие элементы самосознания Бога. По крайней мере, Он может изучить то, что Он может воспринять человек. И когда дальше уже мы видим, что первый элемент на самом деле многосложный, содержит и систему самосознания Бога, и систему создания человека, по сути, Богом. И когда Вы начинаете видеть, что здесь система именно взаимодействия таковы, что один самый, ну, в общем-то, простейший элемент, первичный уровень коллективного сознания, содержит очень многосложную систему, то сразу понятно, почему существует у человека будущее. Вот если так вдуматься в систему управления, для чего Бог создал такой мир, что человек воспринимает, например, будущее, да? С точки зрения логики, это понятно, что есть какие-то процессы, развивающиеся там. А если мы от обычной логики перейдем просто к анализу мироздания? Ведь Бог мог создать человека таким, что у него однотипные могли быть, например, циклические процессы, да? Тогда будущее совершенно, ну, человек создает машины, у них циклический процесс, будущее совершенно четко определено, если это некая машина. Но учитывая, что Бог создал по образу и подобию, Он не мог там допустить возможности цикличности, да? Однотипной цикличности. И получается, только в этом случае Он создает расширяющийся мир. Чтобы у Бога был внешний мир, Он должен был создать человека подобным. И получается, что исходя из этого, ну, как бы механистическо-оптическом принципе, понятно, что будущее, безусловно, существует, потому что в одном импульсе уже многосложная система. А куда ее деть, эту систему? С точки зрения Бога, мы, например, в прошлое ее двинуть же не можем, прошлого же нет до уровня первичного создания. Значит, можем эту систему сдвинуть только в будущее, как массив информации. Ну, я на самом деле говорю не уровня, там некой математики, там неких множеств, я просто говорю, куда вот эту оптику физически положить, да? Это элементарно ясно, что если есть какая-то информация, она где-то должна содержаться, просто механически, как некий объем, некая масса, да? Значит, получается, Бог первично мог создать только первичную конструкцию будущего, а значит, он должен был ее куда-то распределить, то есть в известное пространство. До пространства будущего он должен был создать какое-то пространство. Вот это и есть первая фаза, нейтральная фаза коллективного сознания, где все создается. Коллективное сознание обладает способностью создания первичной величины, ну, как бы, некая матрица, которая совершенно нейтральна, но из нее может вырасти все, что угодно, фактически. И вот когда мы начинаем именно эту структуру коллективного сознания исследовать, да, например, входить в эту систему, то видно, что, например, физическое тело человека, с точки зрения коллективного сознания, это очень управляемый элемент. Достаточно воспринимать хотя бы логически, значит, одного здорового человека, все люди могут быть здоровы, если они знают каналы взаимодействия этой, как бы, массы коллективного сознания с информацией здорового человека. И, кстати, вот достаточно хороший принцип оздоровления, найти вот эту корневую систему, которую я показал в коллективном сознании, настроиться, человек оздоравливается. С точки зрения вечного развития, Бог вечный, уже достаточно оснований для вечного развития, но тот, кто этим занимается, вечным развитием, это, в общем-то, достаточно сильный стимул в настрое, на которого человек может действительно становиться вечным. И ведь, в принципе, ну, именно вечным, реальным, то есть, событийные системы складываются соответственно, да, он, там, не прыгает с каких-то откосов, там, с мостов и так далее, лишний раз, по крайней мере. И, если уж прыгает, то на какой-нибудь веревке, ну, я имею в виду экстремальные виды спорта. Но, как бы, пока человек другой, любой, не научился, там, телепортироваться или как-то иначе владеть телом, так, что ему среда безопасна, внешне имеется в виду, все равно основное количество людей должно быть в пределах этой группы управления, этой фазы управления. Потому что коллективное сознание базируется на возможности доступа к любой системе. Значит, там есть свойства, которые заложены в систему, ну, например, там, тела человека, если, ну, именно того, который этим не занимается. Если он не знает, как это делать, то где-то это свойство может проявиться, да? То есть, если один, хотя бы, человек не научился технологиям вечного, там, бесконечного развития, при любом сочетании событий, так скажем, да, физического плана имеется в виду, в первую очередь, что он так управляет телом, что для него уже физическая реальность не важна, он может построить, там, например, мгновенно тело, да, в нужной фазе, то получается, что основная вся другая система, то есть все люди вынуждены ориентироваться на него. Вот поэтому знания о вечном развитии, они должны быть действительно всеобщи. То есть, в законах коллективного сознания по первичной вот этой массе управления совершенно понятно. И, кстати, Бог ведь создал людей много, то есть создал следующего и так далее человека, именно для того, чтобы именно законы развития коллективного сознания были проявлены. Это один из законов. Я о нем часто говорю, что должны все обладать, например, технологиями вечной жизни и так далее. И получается, что здесь, по большому счету, ведь первичный создатель — это Бог, который вечен, имеет бесконечное вечное развитие, значит, там система разрушения в корне не заложена этого процесса. Значит, среда все равно самовосстановится. И получается, что в любом случае, вот именно, например, всеобщее воскрешение, не только там, кстати, людей, а вообще всеобщее восстановление созидательных систем развития произойдет. И получается, что вот этот уровень, если его изучать более подробно, то можно видеть, как вот именно фрагменты будущего касаются вот этой, ну, так скажем, можно так назвать ее, некая такая протомасса, да? То есть масса, которая существует до реальности, или, может быть, там можно ввести такой термин, как «проска масса», то есть это «проска» — это будущее, если, например, определить из терминов, например, там «проскопия», да, «контроль будущего», то получается, что здесь врастание структуры будущего в эти системы — это и есть ваши личные задачи. Вот, кстати, если задуматься, откуда иногда берутся задачи, ну, как бы, ну, человек часто может не дифференцировать, вдруг вознила какая-то ситуация или задача, и чтобы найти ее корень, потому что человек все равно должен опознать корень задачи, он все равно должен понимать, откуда у него что берется, то можно в исследовании этой среды увидеть, что это не совсем часто его даже задача частная. И вот здесь вот управление через фазу коллективного сознания своими личными задачами позволяет точно понять, почему в какой-то ситуации возникает действие, которое, ну, либо оно считается как бы непредусмотренным, не нужно, например, да, человеку в данное время, значит, ну, может быть, оно неплохое, но затягивающее или там, как бы непонятно, откуда произошедшее, так скажем, назовем его так, то при исследовании этого процесса вот этого термина возникнуть не может. То есть совершенно четко понятно, что исследование перерастания фазы будущего в структуру коллективного сознания первичного уровня, так скажем, ну, назовем там протоуровень первичный, доуровневый как бы, так скажем, средств, да, управления. То есть мы знаем, что вот где-то проявлены уровни, а вот до этого уровня это существует как оптический средств управления. Что до этого существует? Вот прорастание будущего процесса в этот уровень, в ту оптику, которая считается до уровня определения первичного действия. Это и есть причина очень многих событий. И вот здесь кроется прошлое. То есть прошлое, получается, если мы хотим его механически найти и им управлять, мы должны его искать в структуре пересечения будущего с носителем самого будущего. И получается, что... Почему именно такими категориями я, ну, в данном случае, да, показываю управление, но есть яйцо, да, яйцо же где-то лежит. И получается, что, исходя из этого, ну, яйцо, например, будущее, да, или перечень событий. Значит, и получается, что, если мы определим какую-то точку, значит, которая характеризует восприятие данного яйца, или там, в кавычках, да, или просто с темы будущего, то там, в какой-то позиции, мы в структуре этой информации начинаем улавлять прошлое. Как начальный уровень развития. Возьмем, например, информацию по форме яйца и по цвету. Пусть это будет, например, какой-то такой... не белый цвет, но, например, там, желтовато-коричневый. И постараемся спроецировать, если человек смотрит, где у него ярче отражение. На сужении яйца или где более широкая часть. В сужении первичный уровень, при первичном уровне более яркий, если в оптических средах, а если долго конструируется, более яркая следующая часть. То есть будущее растет от начального корня, да, существует корневая система, некая каплевидная система. И когда вы начинаете каплю смотреть, как она по линии силы, именно по силе тяжести вытягивается, то в любой среде понятно, что существует первичный корень, даже в среде, казалось бы, там, вот капля летит, все равно существует корневая система, первичная. То есть в механической системе можно выделить фазу прошлого, фазу будущего. В капле мы можем выделить для анализа структуру, что больше соответствует прошлому, корневая система, и в пространстве, это более высокая часть, нижняя падает на землю, например, в структуру именно действия силы тяжести, и здесь получается, что это больше будущее, как настройство, чем прошлое. То есть, ну, такие промежуточные понятия, что есть больше будущее, больше прошлое понятие. То есть мы входим в систему более нейтрального определения. Кстати, это очень мощная категория для лечения людей. Если по отношению к заболеванию определить термин не фиксированной системы, а больше та или больше другая, то работая в промежутке варьирования этой информации, можно вылечить даже сложное, хроническое, тяжелое какое-то заболевание, только за счет того, что мы не даем остановиться структуре именно фиксации вот этой, ну, как бы, понятийной среды. Мы ходим возле управления, вот, например, управляющая диагностика, надо же диагностировать и сразу излечивать. И получается, мы больше работаем этой системой, этой фракции холестивого сознания. То есть мы не даем сосредоточиться ни в структуре будущего, ни в структуре прошлого. Мы постоянно улучшаем ситуацию. И как только она улучшена, мы либо ничего не говорим, давая время, если человек не знает, да, если он несет с собой бумагу с диагнозом, то придется ее тогда реструктурировать, если там какая-то проблема. То есть тогда уже идет работа, лучше всего тоже без фиксации, да, этого диагноза. Значит, и поэтому получается, что вот эта вот промежуточная система управления, которая выглядит как система, значит, ну, отсутствия детализации прошлого и будущего в действии человека, в духовном импульсе человека, это есть, опять же, первичный уровень коллективного сознания. То есть человек работает через свойства коллективного сознания, первичные свойства, где структура будущего, прошлого, как бы не очень проявлена, получается. А значит, на духовном уровне человек очень четко может строить, в общем-то, любую конструкцию. Он работает фактически на уровне первичных конструкций, получается, мира. И когда вы начинаете уже отсюда работать, то ясно, что через фазу коллективного сознания, именно коллективного, где вот опять-таки есть не только там единичное мнение, да, а мнение всех людей, или там хотя бы, значит, двух человек, а значит, естественно, там есть мнение Бога, всегда можно построить любую конструкцию, то есть достичь всегда абсолютно точного управления. Поэтому в этой вот лекции именно, где семинарская часть заключается в обязательном управлении именно в динамике, да, динамическим понятием коллективного сознания, нужно очень четко видеть, что можно достичь очень точного управления любой задачей. Любой абсолютно. То есть можно поставить любую задачу, например, задачу воскрешения, воскресить, сделать воскрешение, да, задачу встречи совершен, значит, эта задача точно решается. То есть в этой задаче можно решить точно любую конструкцию управления. Ну и, естественно, там, излечить, там, добиться какого-то события рано или поздно, можно даже конкретно в нужное время, если захотеть, да, но для этого это надо будет двигать структуру мира более, как бы, емко, если время поставить. Но уж добиться точно можно. И поэтому, когда вы начинаете работать через систему коллективного сознания, надо иметь в виду, что силовой эффект управления существенно может быть выше, чем управление через частные конструкции или через универсальные конструкции. На этом я сегодня, с вами разоканчиваю. Спасибо большое за внимание. Спасибо.